Всем привет, это «Вдвижи» и сегодня у нас специальный выпуск, посвященный оскорблением капитана сборной России Артёма Дзюба. Иди, б***ь! Дзюба! Дзюба! Иди, б***ь! Дзюба! 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 После этого представители РФС и РПЛ обещали найти зачинщиков и запретить им проход на стадион. Но нашли не они, а мы. Один из тех, кто заряжал в Сан-Марино против Дзюба, решил рассказать нам, что это было. Мнение за и против, а также что ждать Артёму на матче «Зенит-Спартак» сегодня в нашей программе. Будет интересно. Скажи мне, зачем вы оскорбляли капитана сборной России? Ну как оскорблениями это назвать? То есть мы пришли на матч, кто-то один крикнул, кто-то второй поддержал. Потом были обычные другие болельщики, которые начали в свою очередь кричать там «Дзюба молодец!» И началась перекличка между ними. То есть это все на матче было, как обычный угар. Просто приехали фанаты в Карликовый город. То есть футбол никому не интересен был, потому что результат уже изначально был. А сам герой нашего передачи обещал 7 голов забить. Но, к сожалению, не забил. Поэтому вот ему ответили таким способом. То есть была перекличка. Вы кричали «Дзюба, иди, б***ь!» Простые болельщики кричали «Дзюба молодец!» Да, и просто было там уже «Кто громче крикнет!» Поэтому это было огромное веселье и все на весь стадион. Болельщики не только «Спартака» принимали участие, как говорят где-то в новостях. Были болельщики разных клубов там. И «Дзюба» такой бэкграунд за спиной, что за него никто не вписывается. А фанаты «Зенита» с вами кричали это? Конечно. Смотри, но все-таки кто-то один первый крикнул это. Да, кто это был, непонятно. То есть там была толпа людей. Кто-то один по угару это крикнул, второй поддержал, третий продолжил. И, соответственно, потом начали уже какие-то другие песни придумывать и пляски по этому поводу. Поэтому непонятно, с чего это началось. Просто за щелчком как-то из воздуха. Но ты тоже поддержал? Тебе понравилось? Ну, все поддержали. Я тоже, конечно, поддержал. Потому что там было на самом деле очень весело. Когда ты узнал, что такой резонанс получила ваша шутка, какие у тебя были ощущения? Я был в шоке. Мне просто скидывали это все в Инстаграме, в соцсетях разных ГТО, что вы натворили. И для меня было это просто шоком определенно. Я не ожидал, что такая ситуация получится. Из обычной шутки, у нас на стадионах более хуже вещи происходят. Вот благодаря вот такому резонансу, то, что по первому каналу это услышали. И сейчас, я думаю, что Дзюби еще хуже будет. Потому что на волне вот этой хейта огромного сторону его подниму. Я думаю, сейчас все болельщики подтянутся и тоже это будет как видео Гара придумывать. Там уже, я вижу, стихи придумывают про него и так далее. Он стал заложником этой ситуации, что говорят, что он жаловался президенту РПЛ. Где-то писали в интернете. Но я не думаю, что 31-летний миллионер подойдет после игры и начнет жаловаться на шайку фанатов, которые пару шуток в его адрес сказали. То есть, это все раздувают, непонятно зачем. Артем высказался по этому поводу один раз после победы над Леоном, где он забил мяч. Пусть кто-то лает, вякает. Я спокойно делаю свое дело. Отвечу, буду отвечать там пока. И вы заметите, я нигде же ничего не комментирую. В принципе, он правильно сказал со своей точки зрения. Он не стал никого обзывать, там еще что-то. Сейчас посмотрим, что будет после матча. Потому что, мне кажется, одно слово со стороны Артема и польется еще большая волна. Матч «Зенит-Спартак», который сейчас будет на днях буквально, ожидается с особенным интересом. Не только потому, что это матч двух принципиальных соперников. Не только потому, что «Зениту» нужно укреплять чемпионские свои лидерские амбиции. А «Спартаку» наоборот нужно подняться. Но и потому, что, опять же, Дзюба, который всегда очень сильно настраивается на свой бывший клуб. Плюс эта ситуация. Чего ждать-то Артему? Тут вообще непонятно. Неизвестно, что будет. То есть, это сейчас либо все начнет увеличиваться только, либо потихонечку будет, мне кажется, заглушаться. Потому что Артему ничего сейчас не стоит говорить. Я думаю, подождать какое-то время, когда все успокоятся. А болельщики что сделают, будет непонятно. Ждем первое число и посмотрим, чем ситуация эта закончится. Это может обернуться каким-то совместным перфом, скажем, и «Зенита», и «Спартака». Ну вот против какой-то системы, против запретов и всего остального. Фанаты, я не думаю, что пойдут на такую объединенную акцию. Потому что, в принципе, пока ничего не произошло. Только слова, слова, слова. А по делу никаких запретов, ничего нет у нас. Ни о чем не жалеешь, что произошло? Да нет, конечно. Почему я должен жалеть? Это просто мы весело провели время за границей, в Сан-Марине. Вот и все. Мы не ехали туда с какой-то целью, против Артема воплотиться и еще что-то. Это просто был угар. Он же сам говорит, что любит поприкалываться и так далее. То есть, ну вот такая была шутка. Я думаю, начнет против «Спартака» еще с двойной силой играть. Потому что он футболист такой, что на классе-то особо не играет. А если его подзавести, я думаю, когда он заведется, он играет лучше. Там пару поражений, и вот эти болельщики в кокошниках откажутся и перестанут поддерживать сборную. А фанаты как ездили, так и будут ездить. Для них это смысл жизни. И неважно, играет дзюба или нет, кто-то еще появится. Я думаю, это закончится любовь у фанатов к сборной, только когда 11 бразильцев будет у нас в составе играть. Поскорее забыть и не говорить про эту тему, чтобы молчание золото. Когда все горит, лучше помолчать. Согласен. Спасибо. Все, все. Антон, привет. Привет. Отвечая на твой вопрос по поводу акции, так называемой, в отношении Артема дзюба, хочу сказать, что я категорически против. Я вообще считаю, что это чей-то глум, который вышел из-под контроля. Ребята решили немного угореть на матче Сан-Марина. А с утра проснулись героями всех новостных лент. И сами, наверное, были в шоке от того, что сделали. В этой вообще ситуации меня больше всего интересует то дно, которое пробивает поддержка сборной России после расформирования Всероссийского объединения болельщиков. Когда сначала визуальный уровень упал, потом акустический, так сказать, голосовой. А сейчас вообще уже докатилось до того, что капитана сборной России, лучшего игрока, наверное, да, лучшего бомбардира собственные же болельщики посылают на *** с трибуны во время матча. Я с 97-го года болею за Том. Посетил очень много матчей, и выездных, и матчей сборной России. Даже довелось поработать в руководящей должности в нашем клубе. Я знаю Артема лично. Хочется высказать ему всяческую поддержку, потому что человек, он, безусловно, порядочный и зарекомендовал себя только с положительной стороны. Отношение к делу его, к собственному футболу, очень профессиональное и доказывает, что он по праву сейчас считается лидером нашей сборной, да, и флагманом российского футбола. То есть отношение к делу было примером для молодых футболистов, для возрастных уже футболистов. Многие брали с него пример. Из человеческих качеств хочется отметить его отзывчивость, доброту и чувство юмора. Всем привет, меня зовут Олег. Сегодня я хочу поговорить на эту тему, замечательную, всеми излюбленную за последнюю неделю, даже больше. Про такого человека, как Артем Дзюба. Я не понимаю, почему столько шумихи вокруг его персоны развиваются вообще в последнее время. Все это появилось, наверное, да, после домашнего чемпионата мира, где я не считаю, да, что он как-то себя особо проявил, да, там, ни больше, ни меньше, да, чем любой другой игрок. Но, тем не менее, последняя ситуация, да, по поводу того, что оскорбление, да, было болельщиков на матче с Сан-Марином. Я не знаю, почему именно этому придали такое большое внимание, такой большой какой-то резонанс. Да, он теперь в *** же, с своими тупыми шутками, своим хайпом, своим каким-то *** нелепым поведением. Я не знаю, почему, к примеру, да, после победы, да, был Локомотив на Спартаком, когда Локомотив стал чемпионом, когда Баринов *** орал *** на всю Москву. Да, на это никто не обратил внимания. Ну, все об этом сразу забывают. Ну, ***, кто такой барин, да, ну, и он ***, да. А тут же Дзюба, конечно, ***, ну, и это ленивый, только не обсосал *** эту тему. Почему-то после чемпионата мира домашнего, да, какой-то появился у всех культ, да, у детей. Я не знаю, почему все его начали схвалять. ***, что он сделал такого, да, я не знаю. Это какое-то зомбирование, да, наверное, людей произошло, и все. По поводу оскорблений, да, и кричал от стран болельщика Спартака. Да, они, безусловно, будут, и будут продолжаться, и будут продолжаться до конца его карьеры. А я думаю, нас сейчас стоит забыть вообще, кто такой Артем Дзюба, меньше уделять ему внимания, да, чтобы он не поднимал хайп и все остальное. Готовимся к воскресному матчу, и самое главное, помните, гоняйте на выезда. На протяжении всей своей карьеры Артем Дзюба действовал вопреки обстоятельствам и недоброжелателям. Тренеришка Эмири, болельщики Спартака, которые сектанты, по его мнению, ну и месседж главному тренеру сборной с усами. Откровенных хейтеров вокруг его персоны становилось все больше и больше, но он всегда отвечал им забитыми мячами. Уходя в аренду в Томь, он становился там лидером. Снова уйдя из Спартака в аренду в Ростов, выигрывал кубок. И, наконец, перейдя в «Зенит», стал чемпионом и вышел на первые роли в сборной. Он всегда принимал правила игры, которые во многом сам и организовал. В преддверии очередного тура чемпионата России мы хотим напомнить всем болельщикам об ответственности за нарушение правил поведения зрителей. А футбольным чиновникам напомнить, что концентрация только на одном негативном проявлении и на одной персоне может вызвать обратную реакцию. И единичный глумб Сан-Марина может превратиться в общефанатский флешмоб. Это понятно всем, кто хоть немного понимает в околофутбольной культуре. Думайте своей головой, и вы всегда будете вдвижив.